ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ну а как может быть иначе с гостями, которые представляют импровизационный театр и неоткуда-то из Германии, из Берлина. Но обо всем по порядку. Гостей сегодня поможет мне представить и рассказать, что и как они очутились в Одессе. Наталья Георгиевна Кён, руководитель немецкого культурного центра «Баварский дом Одесса», а также профессор, заведующая кафедрой теории музыки Южноукраинского педагогического университета имени Ушинского. Здравствуйте, Наталья Георгиевна. Здравствуйте. Сегодня Наталья Георгиевна в рамках организованного Баварским домом проекта представляет Юрга Цандера, тренера, педагога, режиссера импровизированного театра в Берлине и основателя Берлинского импровизационного театра, который в переводе на русский язык звучит как «свободный» и «дикий» или «раскованный». Как правильнее перевести. Здравствуйте, уважаемые гости. Очень рада. Я не представила только Анну и отцу, которая поможет нам с переводом. Здравствуйте. Итак, Наталья Георгиевна, пожалуйста, представляете и Юрга, и проект, и Баварский дом, потому что давно не встречались, давно не виделись и не знаем о планах Баварского дома в Одессе. Баварский дом – это крупный центр, в котором есть пять отделов. И наш культурный центр, который я представляю, это только одна часть нашей деятельности. И хотя у нас всего двое сотрудников, это я и наш арт-менеджер Лиана Кришевская, но программ у нас очень много. Они разнообразные. Они представляют культуру Германии здесь и помогают немцам больше узнать о культуре украинской Германии. И не только узнать, но и обменяться. Конечно, да. Проекты очень разные, и обмены тоже есть. Но больше всего, конечно, мы нацелены на то, чтобы представить здесь культуру Германии. Нам в этом очень помогает посольство Германии и Гёте-институт. Это крупнейшая культурная организация, которая заботится о том, чтобы культуру Германии знали во всем мире. И прежде всего акцент не только на классическом немецком искусстве, но и на современном. Вот ему отдается, может быть, даже предпочтение, можно так сказать. Поэтому многие наши программы именно о современном искусстве Германии. Ну, я могу привести в пример такие программы, как современный танец, новое немецкое кино, фестиваль, который прошел недавно, и в «Ритмика», которую мы здесь представляли. И затем мы поддерживаем и украинские программы, скажем, «Два дня, две ночи», джаз-фестиваль. Там участвуют немецкие музыканты с успехом, и мы способствуем тому, чтобы они могли сюда приехать и принять в ней участие. Ну, вот это наша деятельность. Одна из них. Мы очень любим театр, особенно театр импровизации. Это уже четвертый семинар по театру импровизации. И как и предыдущий, так и этот проводится со студентами, которые немного уже общаются с искусством театральным. Прежде это были студенты Педагогического университета Ушинского, сейчас это студенты училища театрального. И вот наши гости работают с этими студентами, готовят безумно интересные программы, и потом мы их даже показываем. В этот раз мы покажем ее в субботу в 12 часов в театральной школе на Софиевской. Но более подробно... Число какое это число? Это 29 ноября? Это 29 ноября. Юрк, ну здравствуйте еще раз. Рассказывайте, как очутились в Одессе, первый раз здесь или уже бывали? И ваши впечатления? Добрый день, мы хотим узнать, как вы сейчас на Одессе приехали, и какой был причин, и если это был первый раз в Одессе, или уже больше в Одессе? Я это первый раз в Украине, в Одессе, и я очень рад. Я впервые здесь, в Одессе, в Украине, в принципе, впервые, и очень рад. И очень благодарен, что Наталья меня сюда пригласила. И очень благодарен, что она меня сюда пригласила. И вчера у нас уже был первый, наш первый урок с нашими студентами, учениками. Это очень интересный для меня, здесь, в Одессе. Для меня это очень увлекательно, побывать здесь, в Одессе. Мы были уже, для меня уже в Чикаго, в Сарайево, в Милану, но сейчас здесь. Я и мой импровизационный театр, мы были уже в этом году и в Чикаго, и в Милане, и в Сарайево, и в Одессе. Теперь мы здесь, в Одессе. Ничего себе! Ну и что отличает? Одессу уже почувствовали какие-то наши особенности, во всяком случае, театральные среды, студентов, с которыми вы работаете? Я не могу, ни в виде, ни в виде, ни в виде. Это мой первый раз, когда я работаю с переводом. Потому что обычно уроки проводятся на английском, а в этот раз постоянный перевод. Это самое большое отличие для меня, это непривычно. Но в принципе у меня возникло ощущение, что студенты здесь похожи на губку. И они все петруют, все информацию, все что случают. Это прекрасно, это вдохновляет. Мне кажется, что импровизационный театр вообще стирает все границы, потому что это идет на эмоциональном уровне, такая прокладывается дорожка. И что, какую цель перед собой стає, как преподаватель, как режиссёр Георган? И перед нашими студентами, которые участники проекта этого импровизационного театра? Мне кажется, что импровизационный театр больше нет. Существует большой разница из обычных театра и импровизационным театра – что эти обычные границы, которые в обычном классическом театре имеют, они не тихо проживают за импровизационным театром. Интересно, что pleads этого импровизационного театра – Что это имеет для этого цель? То есть, что цель, это важное для импровизации театра, это цель? Цель импровизационного театра, то есть основная задача, это рискнуть. Рискнуть, потерпеть, возможно, даже неудачу. Решиться совершить ошибку, не бояться ошибок, потому что только тогда, когда мы совершаем ошибки, мы можем чему-то научиться. И это не только в импровизации театре, но и в жизни. Не только в театре импровизации, это также и жизнь. Если бы мы, будучи младенцами, будучи маленькими детьми, знали, как часто нам придется падать, перед тем, как мы научимся ходить, мы бы, наверное, никогда не решились пойти. Мы должны двигаться, мы должны идти вперед, мы должны падать, мы должны ошибаться, для того, чтобы идти вперед. Как вообще у вас лично возникла идея импровизационного театра, основателем которого вы стали в Перми? Да. Какая идея импровизационного театра? Какие идеи импровизационного театра? Какие люди были? Какие были они? Какие были они? Я раньше, долгое время играл в классическом театре. И тогда я узнала его, который, наверное, 80, который называется Кис Джонстон. И однажды я встретился с Кис Джонстоном. Кис Джонстон, он практически в Кис Джонстон. Это 80-летний мужчина, который играет очень большую роль. Проповедник импровизационного театра практически. Однажды я встретил его. Он очень активно в Канаде. Он из Канады. Он родом из Канады. Он активно занимается импровизационным театром. И там импровизационно в школах, на университете. Там есть команды, которые играют в другом, и так далее. И в Канаде идеи импровизационного театра очень популярны. Не только как театр, но и в школах, и в обучающих заведениях различных. Есть различные конкурсы, битвы импровизационных театров, когда несколько команд собираются и соревнуются друг с другом. Именно он был первым, кто зародил мне идею, благодаря которому у меня идея заниматься импровизационным театром. Вдохновитель. Как это происходит? Может быть мы посмотрим фрагмент ролика, который вы привезли и любезно предоставили, а затем продолжим беседу в студии. Музыка Музыка Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это самое важное, внутренняя свобода и ум, постоянно уметь учиться. Я так понимаю, что Йорк взял на себя такие миссионерские функции, миссионерскую роль распространять идеи импровизационного театра, значит, готовности человека к жизни, к тому, чтобы не бояться делать ошибки, он взял это и распространяет это теперь идею по миру, судя по тому, что до Украины побывал во многих городах и странах. Это выглядит так, что вы, что сделали, что эти идеи и демонстрируют, что не бояться, что не бояться о проблемах, и о том, что мы обманим, и демонстрируют люди. И у них больше мут, чтобы улучшить людей, чтобы улучшить людей и им больше угол, чтобы их пробовать. Это выглядит таким образом, что я помогаю людям немножко освободиться, решиться на что-то, найти в себе смелость, совершить какой-то такой поступок, совершать ошибки. Поэтому мы были в Сараево и в Гёте-Институте, и там мы нашли применение препаратационного театра не только среди учеников, но также для учителей, которые могут использовать эти идеи для уроков, для своих уроков, немножко их разнообразить. Я очень благодарна, что я сейчас в Одессе как бы являюсь пионером импровизационного театра, открывателем. Мы не только в Одессе, но и в Украине. Нет, это уже четвертый семинар, но предыдущие были немножко иные. Они были более нацелены на создание представления. Этот больше рассчитан на то, что сидят педагоги и тоже учатся, и тоже будут дальше продолжать так работать, не только для студентов, но и для педагогов. Для педагогов это интересно? Безумно. Педагог с таким опытом огромной работы. Вы знаете, очень интересно. Я ведь четвертый семинар уже посещаю, я все время присутствую и тоже многому для себя учусь. И мне приходится и переводить, и объяснять студентам, поэтому я даже как-то помощник какой-то степени. И мне это очень интересно. И педагогам, которые сидят, тоже очень интересно. Некоторые специально приходят и сидят, хотя долгие занятия, по 4-5 часов. Это сложно, но очень интересно. А в перспективе, я думаю, мы тоже организуем только для педагогов такой семинар, но это уже через два года, вероятно. И опять пригласим Йорга к нам. Вы переведите, чтобы он был в курсе. Наталья Георгиевна, то есть это не для актеров, а вообще для любых. То есть не обязательно даже тех, которые занимаются актерством. Вот мы с Натальей Георгиевной говорим, что актерство и актерская база образования здесь не главное. Здесь главное другое. Поэтому неважно, это студенты, это могут быть преподаватели, это могут быть различные аудитории, где не хватает вот такого свободного творческого полета. Мы abbiamo говорige forgiven, что это не для тр qualified бабуш gentlemen. Затем нужно, чтобы человеку поделить, чтобы человек учился, это не hundreds, не... Да, никаких ошибок же. Вот, что нет, чтобы человек уик rusty. Zack, я хочу допустить в школу, сам Premiere, чтобы хоть и важен. Вот, вообще-ноännerATся при подобное работе.